Пострадавшая от пожара женщина осталась в должнице. Напомним, 27 ноября прошлого года в поселке Новодубовка произошло возгорание частного дома, владельцами которого были сразу два человека. Соседи у Е2, выжившие Елены Палеоновой, за причиненный вред требовали 1 миллион 700 тысяч тенге. Так как женщина не смогла оплатить данную сумму, сгоревший дом Елены отсудили. Тем временем семья Палеоновых ночует, где приходится. Да и на очередь жилья многострадальцы не могут встать. Проблемой разбиралась Мирамгуль Салкинбаева. Загорелась крыша. Крыша и здесь, естественно, она выйти не может ничего. А так как она больная, она окно разбила и кричала. Помогите, помогите. Сестра пострадавшей Марии Напалеонова рассказывает, что в момент пожара Елена находилась в доме одна. По словам несчастной женщины, перед уходом брат Олег попросил положить в печку пол ведра угля. Это и стало основной причиной возгорания. Когда Елена проснулась, все уже горело красным пламенем. Огнем было уничтожено все. Ценности, личные вещи, мебель, зимняя одежда. К слову, женщина голыми руками выбила стекло, тем самым спасла себе жизнь. Чудом выжившая Елена по сей день благодарит Бога только за то, что в момент пожара племянницы дома не было. Не знаю, что делать. В аптеку я уже лежу. Иду, беру, глаза закрываю, потому что еще в прошлом месяце травмировался сильно, очень сильно травмировался. Отравившаяся угарным газом женщина долгое время не могла прийти в себя. Шрамы на руках и ногах до сих пор напоминают ей тот роковой день. Судебные разбирательства длились около года. В результате соседи, которые требовали крупную сумму, за причиненный вред сгоревший особняк у Елены отсудили. Кроме того, женщина осталась должна еще 300 тысяч тенге. Это сказал сам хозяин, что так как дом выставлен на продажу, его, короче говоря, не смогли продать, ему предложили забрать. Но он уже давно хотел этот дом забрать. И в результате, короче говоря, судоисполнитель снизил цену на 40% и передал ему. В общем, я даже не знала, когда он сделал эти документы. Получается, что на дом и у меня документы, и он сделал. Таким образом, Елена Полеонова осталась без крыши над головой. Сейчас женщина с племянницей и братом живут на съемочной квартире. Квартирой назвать ее трудно, так как там нет ни света, ни газа. Инвалид третьей группы Елена от государства получает всего 12 тысяч тенге. Общий доход в семье Полеоновых составляет 27 тысяч. Убитая горем женщина рассказывает, что в очередь на жилье в течение пяти лет ей вставать нельзя. На квартиру стать я не могу, потому что в течение пяти лет по закону я не могу стать. Так как выходит дом. И теперь выходит, что теперь я должна с братом бомжевать пять лет. Я инвалид. И онкологически больной человек. В общем, гипертоник. И сердечник. Вот что мне делать? Я даже не знаю, куда обращаться, куда кричать. Однако местные власти поселка Ботокара уверяют в обратном. Кроме того, чиновники не раз помогали Елене Полеоновой. По вопросу предоставления жилья в отделе ЖКХ она не обращалась и на жилье на документы не сдавала. Это подтверждает и сам Аким поселка Новодубовка. Мы обратились в отдел социальной защиты. А к показанию ей помощи, материальной помощи, ей была оказана помощь. По этой линии потом провели такую работу с населением, который тоже, ну кто сколько мог сброситься, скинуть. Они тоже оказали ей помощь. Однако помочь многострадальнице местные власти не отказываются. Напротив, обещают собрать все документы в очередь на жилье в самое кратчайшее время. Миром Гусал Кимбаева, Жуслана Мандыков, Марат Культенов, Первый Карагандинский.